На протяжении трех лет на службу в военно-инновационной технополисы отбирались лучшие студенты из более чем ста вузов страны. Отличники учебы, победители олимпиад, спортсмены и молодые ученые. Год службы в стенах технополиса ставит перед ними серьезные научные задачи, направленные на поиск, развитие и внедрение передовых прорывных технологий в сфере обороны и безопасности. А также позволяет оценить каждого военнослужащего, чтобы самые лучшие смогли продолжить свою научно-исследовательскую и военную деятельность в погонах офицеров Вооруженных сил Российской Федерации. Двое из них выбрали свой путь служения Родине именно в военном инограде страны. Данил Целуйко и Дмитрий Ефимов начинали как операторы научных род, а сегодня получают первое офицерское звание в стенах эры. Хочу обратить ваше внимание, что первое офицерское звание вы получаете на территории Анапы, которая носит высокое звание города воинской славы России. На этой территории ковалась ратная история нашей великой страны. Всегда с гордостью несите любовь к отчизне в своем сердце. Я хочу поздравить этих двух лейтенантов молодых, у которых вся служба впереди, чтобы они берегли свою честь, честь офицера, не останавливались на достигнутом, не забывали традиции вооруженных сил и шли дальше. Ну и, конечно, не забывали своих близких, особенно родителей. Дмитрий приехал из Воронежа, занимался исследованием путей расширения боевых возможностей разведывательных беспилотников, а именно проектировал акустические системы наведения. В Технополисе ЭРО сосредоточился на возможностях платформы «Панорама», созданной для обновления цифровых карт и планов. Как результат – 10 опубликованных научных статей и одно изобретение. Я изначально хотел быть военным, то есть у меня дядя был военным. Но так получилось, что я поступил сначала в университет, а не в военное училище. Но за время обучения в университете я узнал такую возможность, что все-таки можно осуществить свою, так скажем, мечту и пойти служить именно вооруженной силой. И вот когда я сюда приехал, я понял, что именно здесь это будет очень перспективно, очень многообещающе, если я останусь здесь, командиром взвода, продолжать научно-исследовательскую деятельность. Также помогать таким же операторам, каким был и я, становиться тоже научными людьми. Лейтенант Данил Целуйко сосредоточился на медицинских исследованиях, изучал краниопластику, то есть восстановление черепа человека. Разработка Дмитрия может спасти не одну жизнь, особенно после создания универсального медицинского пресса для специальных имплантов. Сейчас идет оформление патентной документации. При травмах, даже просто при попадании в ДТП у человека в черепе возникает, так сказать, дефект, образуется, его нужно чем-то закрыть. Закрывают его на данный момент титановыми пластинами, но у меня также есть разработка, которая сейчас пока что макет, именно пресс медицинский универсальный. Он будет позволять вместо титановых пластин устанавливать имплантанты из биосовместимого костного цемента. То есть вместо того, чтобы у человека в голове был титан, будет костный цемент, который потом срастет, соответственно, с настоящей костью и дефекта не будет видно. Как подчеркнули лейтенанты, служба в инновационном технополисе открывает множество перспектив. Они продолжат работу над своими проектами, а также будут помогать операторам научных род. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.